Итак, привет интернет! Сегодня мы поговорим об изменениях в визах, а также изменениях в порядке подачи на гражданство в Австралии. Поехали! Итак, как вы слышали, несколько дней назад Малком Тёмбелл, премьер-министр Австралии, объявил, что будут изменения в 457 визе, то есть эта виза будет удалена и убрана из списка, вместо неё будет новая виза, которая будет иметь 2 стрима, короткий стрим 2 года, после которого невозможно подача на пиар, а также длинный стрим 4 года, работодатели будут обязаны искать работников сначала в Австралии, если они не нашли тех работников, то тогда они привозят работников из-за границы. Также в новой визе в этих стримах будет увеличен визовый сбор и требования к английскому языку. Также будут новые списки для этой визы, и не будет C-Solo листа или даже Solo листа, и будут новые 3 списка. Это Short Term List, Mid Term и Long Term, и Short Term и Mid Term будет апплиться вот к этой визе. И по сути, если посмотреть на эти списки, они будут также редактироваться, и также будут редактироваться списки и для других виз, допустим, для Independent Migration, для 189-й визы и для 190-й визы. Это вы все можете посмотреть на сайте Департамента иммиграции. И после 1 июля, конечно, они подредактируют эти списки, но взглянув на эти списки сейчас, я посмотрел, что практически все позиции, они и остались. То есть в Австралии есть, например, шеф-повара или медсестры, и много очень требуется медсестер в Австралии или шеф-поваров. И мы видим, что эти профессии не убраны, а убраны какие-то профессии, на которых и так не требовалось много людей. Поэтому складывается ощущение, что это просто популизм со стороны правительства Австралии, что они хотят просто сказать, что мы сделали что-то, мы увеличили визовые сборы, мы увеличили требования к английскому языку, но по сути ничего не меняется. То есть я посмотрел, что никто не хочет работать в региональной Австралии, собирать бананы и вообще работать на фермах. И фактически все профессии остались. Как раньше люди рубили бананы, так они и сейчас будут рубить бананы. А те же шеф-повара или медсестры, они остались. А убрали каких-то, не знаю, ненужные профессии, я не знаю. То есть, не знаю, походу это просто, опять же, сделали тик, сказали, что мы что-то сделали, на самом деле ничего не сделали. И вот эти выступления Малкома Тюмблла, премьер-мистр Австралии, который говорит о Make Australia Great Again. Не знаю, походу это просто какой-то, не знаю, шутка, мне кажется. Бред. Ну, посмотрим, последим за развитием событий и посмотрим, что дальше будет. Ну и также хотелось сказать про вообще 457-ю визу. Не знаю, по моему опыту, моих друзей, которые сюда приехали, по статистике, большинство людей из стран СНГ, они и не едут по 457-й визе. 457-я виза – это временная виза. Ну да, есть возможность получить, конечно, пиар. И по ней едут в основном англичане, шотландцы, индусы, китайцы. То есть, особо много стран СНГ не едут по этой визе. Поэтому, ребята, ну, если вы профессионал, если вы какой-нибудь айтишник или вы какой-нибудь инженер, ну, пожалуйста, смотрите списки и подавайтесь по, не знаю, 189-й какой-нибудь другой визе. Не знаю, зачем вам нужна временная виза, если вы хотите именно эмигрировать в Австралию. То есть, смотрите сами. И также давайте обсудим изменения в гражданстве, которые сделал Малкам Тёмбл. Главное заявление – это введение нового теста для гражданства. Это уже не просто будет тест, где будут спрашивать о наличии количества штатов в Австралии или какие-нибудь такие легкие вопросы. Тест будет о Australian Values, то есть, какие ценности Австралия имеет, и он будет более сложный. Также у них будет requirement для английского языка. То есть, сейчас нужно показывать, что вы знаете еще английский язык. И последнее изменение, что человек, который находится на пиаре один год и живет в Австралии, допустим, 4 года, не может податься на гражданство. То есть, сейчас в Австралии нужно прожить 4 года на пиаре, чтобы получить паспорт Австралии. То есть, до этого, неважно, были ли вы на студенческой визе, были ли вы на рабочей визе, на какой-либо другой визе, вы не имеете права податься на гражданство. И на самом деле, я не знаю, это хорошо или нет, но, опять же, я считаю, что это какая-то шутка со стороны Малкома Тёмбала, потому что люди, которые живут в Австралии, они уже принимают австралийские ценности. Многие австралийцы сейчас, если вы посмотрите на Facebook Малкома Тёмбала, премьер-министр Австралии, ему пишут гневные комментарии, говорят, а что такое австралийские ценности? Является ли ценностью то, что люди уходят с работы, когда происходит Melbourne Cup, и когда лошади бегут, и люди просто пьют вино и наслаждаются своей жизнью, когда лошади умирают и съезают животных? Это ли австралийские ценности? Вообще, что такое австралийские ценности? Это, наверное, непонятно. И зачем нужно проводить экзамен по этим австралийским ценностям? Сами ли австралийцы понимают, что такое австралийские ценности? Как раз сейчас собрана петиция, и люди не согласны с тем фактом, что они должны здесь жить 4 года на пиаре и после того поддаваться на гражданство. И эта петиция набрала уже очень много голосов. Но до сих пор закон еще не принят, они просто об этом объявили и сказали, что сейчас он должен пройти через парламент, он должен также обсуждаться о комьюнити. Но если этот закон примут, в итоге изменения будут для тех людей, которые подаются на гражданство Австралии после 20 апреля 2017 года. Поэтому посмотрим. Но с другой стороны, если вы посмотрите, по сути различия между гражданином Австралии и человеком, который имеет пиар в Австралии никаких нет, кроме того, что человек может пойти и проголосовать на выборах. То есть те люди, которые получат гражданство, они будут очень злыми. В итоге они, конечно, получат гражданство, но они никогда не будут поддерживать либеральную партию и они будут поддерживать либолистов. Потому что многие люди живут и многие хотят получить гражданство в Австралии. И вот такой сюрприз. Кому-то осталось 2 месяца на подачи на гражданство, кому-то там полгода. Кто-то жил в Австралии уже 10 лет на разных визах и в итоге получил пиар. И думал получить гражданство. И теперь такой опять же сюрприз. Жить здесь 3 года и не получать паспорт. Поэтому на самом деле такая инициатива, которая может ударить по либералам. И на самом деле не все либералы поддерживают эту инициативу. Несмотря на то, что у них большинство в парламенте. Поэтому опять же, поживем-увидим. Я не думаю, что, например, Тони Эбботт будет поддерживать эту инициативу. Несмотря на то, что он на правой стороне. Но так как Маком Тюмбл сместил его, он имеет какой-то должок перед ним. Поэтому посмотрим, что будет. На самом деле это очень интересно. Чтобы вам больше понять об изменениях в 457 визе. Изменениях в списках профессий. Изменениях в акте о гражданстве Австралии. Я приложил к описанию к этому видео несколько статей. Вы можете почитать и понять более полную картину. Вообще, что происходит в Австралии. Но в любом случае, Австралия нормальная страна. Даже если кому-то приходится жить на пиаре еще 3 года. То это нормально. Разницы между пиаром и гражданином почти никакой нет. Поэтому и это мы переживем. Но будем поддерживать уже, наверное, лейбористов, а не либералов. Если вам понравилось это видео, поставьте классы, лайки. А также подпишитесь на мой канал. А пока, пока!